Кетельный трикотажный шов. Этим швом пришиваются детали с открытыми петлями к основному изделию. Чаще всего так пришиваются воротники. У меня есть две детали. У одной детали петли закрыты, а у другой открыты. Переносим открытые петли со спицы на толстую нитку. Это делается с помощью иголки. Чем толще нитка, тем лучше. Я использовала шнурок для этой демонстрации. Для работы используем самую толстую иголку и нитку. И делаем на конце нитки узелок. На этом рисунке показана схема кетельного шва. И сначала иголку вдеваем не в первую, а во вторую петельку. Я вдеваю иголку по самому краю. И теперь будем пришивать деталь. Для этого вспомогательная нитка вытаскивается из первых двух петелек. Прикладываем их к основе. И вдеваем иголку во вторую петельку. Снизу вверх. А затем в первую петельку сверху вниз. И протаскиваем нитку. Вот первый шов готов. Затем в следующую петельку вдеваем иглу снизу вверх. Вытаскиваем вспомогательную нитку из следующей петельки. Кетельный шов у нас пришивается довольно медленно. Надо вытаскивать все петельки по одной. Вдеваем из-под низу в эту петельку иголку. И после этого вдеваем ее в предыдущую петельку. Сверху вниз. И протаскиваем нитку. И вот у нас уже пришито несколько петель. И далее повторяется. В следующую петлю из-под низу вдеваем иголку. Вытаскиваем вспомогательную нитку из одной петельки. Далее из-под низу вдеваем иголку в эту спущенную петельку. И далее в предыдущую петельку вдеваем иголку сверху вниз. И вот таким образом пришиваем все петельки. Обратите внимание на то, чтобы петелька не перекручивалась, когда мы ее пришиваем. И вот все петли аккуратно пришиты. Этот шов немножко растягивается. Если мы не слишком затягивали нитку. Так выглядит кетельный шов в готовом изделии. И он очень аккуратный и мало заметен. С изнаночной стороны работы кетельный шов выглядит вот таким образом. Люди добрые, ставьте лайки. А то как мы узнаем, что работали не напрасно. И на новые уроки подписывайтесь. А то пропустите самое интересное.